Добрый вечер, дамы и господа. Короткая история этой недели, которая будет теперь выходить каждые 7 дней, будет называться «Короче свлащенька». Итак, достаточно долго, много внимания уделяли тому, что произошло в Польше на этой неделе, падение ракеты, и выясняли долго Чиана, но, собственно говоря, подводя итоги, я не буду говорить Чиана, потому что звучали разные мнения, и, честно говоря, еще расследование не закончено. Есть мнение, что это были украинские ракеты, есть мнение, что это были российские газеты, ракеты. И, конечно же, поскольку допущены украинские эксперты к расследованию этой ситуации, я думаю, мы скоро узнаем выводы комиссии, и не будем их предварять, не будем указавляться тем, кто любит дешевый хайп. Мы дешевый хайп не любим. Второе очень важное, мне кажется, второе очень важное событие этой недели – это расследование по делу гибели рейса МН-17. Вы знаете, что прошло 9 лет с тех пор, как Игорь Стрелков с компанией просто расстреляли самолет, и они приговорены к пожизненному заключению ГАГским судом. Оправдан только один человек. Вот имена этих людей. Игорь Стрелков-Геркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Именно с Олега Пулатова было снято обвинение. Апелляция, возможно, в течение двух недель, как сообщили судьи. В основе этого разбирательства, напомню вам, в малайзийском Боинге лежала политическая история. И мы очень надеялись, что вердикт по делу Боинга будет свидетельствовать о том, что Россия является террористическим государством. Именно потому, что Россия – террористическое государство. На территории Украины действовали террористы российские. Именно потому произошла эта трагедия. Но, к сожалению, этого не случилось. К сожалению, дело получило вот такой криминальный только оттенок. Но, тем не менее, суд завершился. И хорошо, что это произошло. В Киеве могут полностью отключить свет. Об этом говорит Николай Поворознюк, который является замом сегодня Кличко. И он говорит о том, что Киев готовится в лице мэрии к разным сценариям, в том числе и к полным отключениям. Сейчас пока речь идет только о стабилизационных отключениях. Свет отключается по графику, но, возможно, все. Даже говорят, что не исключают полный блэкаут. Украина никогда не переживала новейшей истории полного блэкаута. Но, должна вам сказать, тем, кто не живет в Украине, например, должна сказать, что с колоссальным вниманием украинцы относятся к тому, что происходит. Никто не возмущается, никто не протестует. Все понимают, что это надо пережить. Потому что гораздо важнее в этой войне победить Россию. Гораздо важнее делать так, чтобы Россия, как на этом мы говорим, лучше в темноте, но только не с русскими. И так она и есть. 50% инфраструктуры украинской уже разрушены. И об этом говорит и премьер-министр, об этом говорил и еврокомиссар, когда говорил о разрушении гражданских инфраструктур. Говорил, что они достигнут, скоро достигнут довольно критической точки. И, конечно же, и мэр Садовой сказал о том, что Львову может остаться без света и тепла не на один день, а это может происходить неделями. Вот, как говорит господин Садовой, что можно, львовяне могут оказаться в ситуации, когда света и тепла, может быть, ни один день не быть, а недели, неделю, две, три. И, кроме того, мэр Ивана Франковска попросил, что кто может уехать за город жить, кто может уехать в село жить, должно уехать, потому что в городах этой зимой будет очень непросто. И все эти призывы, понятно, можно к ним по-разному относиться. Кто-то говорит, что там людям некуда ехать, кто-то говорит, что где столько домов найти в селах. Но, тем не менее, это правильный призыв. Кто может, то действительно лучше бы эту зиму, ну, вот, самая холода, такие лютые перебыть в тех местах, где можно растопить печку, где там есть генераторы, и, может быть, и друзей. Вот, но Украина, конечно, настроена как угодно, да? Знаете, как в старом анекдоте. Вот, только бы без русских. Вот, и это понятно. Огромное количество людей уже погибло в результате этой войны. 30% Украины заминированы. Можете себе представить? 30% Украины заминированы. То есть, с начала войны эти опасные площади выросли в 10 раз. Я имею в виду, конечно, широкомасштабную войну, потому что война, по сути, и по факту, началась в 2014 году, когда оккупационные войска российские оккупировали часть Востока и аннексировали Крым. Но, можете себе представить, это как две Австрии, да? Сейчас площадь заминированных территорий, это как две Австрии сегодня. Представит очень долгая работа по разминированию Херсонщины и Николаевщины. Там просто фактически все заминировано. И, конечно, мы будем просить наших западных партнеров, наших специалистов, чтобы они нам помогли в этой истории, потому что нужны очень большие силы, надо много рук. Сейчас освобождаются населенные пункты Запорожской области. И в связи с этим очень много СМИ писало об ужасной трагедии, которая произошла в Запорожской области. Там россияне... Извините, сейчас у меня выпал. Так, надеюсь, что звук у нас есть. Семью с двумя детьми. Трагедия произошла ночью 18 ноября в поселке Камыш-Заря. То есть, поначалу, как это все случилось, поначалу рядом с ними заселились мобилизованные из ДНР и кадыровцы. Они там напивались целую ночь, потом начали приставать к женщине, которая мать в семье. За нее заступился муж, но в итоге была расстреляна вся семья. Убили просто жену, мужа и двух детей. Там говорить сейчас какие-то твари, нет никакого смысла. Просто говорю об этих страшных страницах войны. И эта история не одна, этих историй много. Поэтому, когда, знаете, у меня там некоторых интервью сейчас спрашивают, вот недавно со мной говорила, израильское телевидение, там еще кто-то. А как вы относитесь к носу памятников Пушкина? Я им говорю, знаете, пусть убираются отсюда и забирают с собой Пушкина. Потому что, если, я не знаю, до войны еще были какие-то сомнения, можно было о чем-то говорить до широкомасштабного вторжения, то после этих зверств, которые в Украине происходят, обсуждать какие-то культурные вопросы, нужен ли нам Достоевский, нужен ли нам Пушкин, вообще не представляется возможным. Вообще, в принципе. Это разговор не для сегодняшнего дня. И, честно говоря, я очень хорошо понимаю, почему Лаврову запретили въезд на встречу министра в ОБСЕ. Ну, ничего тут удивительного нет. Она пройдет 1 декабря, 1-2 декабря, два дня будут в Польшу идти. И, конечно же, не только Лавров, но и вся Россия. Эта страна-изгой, это нерукопожатная вообще большая история, о ком бы речь ни шла, о каком-то чиновнике или политике российском, о пропагандистах, которые сейчас работают на телевидении. Любой человек, который войну оправдывает, он просто не может быть больше принят в цивилизованном обществе. Потому что то, что сегодня делает Россия, это, конечно, геноцид. И вне всяких сомнений, да, все эти ракеты-калибр, вся прошлая неделя была неделей массированных ракетных ударов со стороны России по Украине. Киев, Львов, Запорожье, Черкассы, Сума, Одесса, Житомир. Все подвергалось массовым бомбардировкам. Запорожье гибли люди, реально дети, женщины, старики гибли. Понимаете? Поэтому, конечно, это геноцид. И тут не о чем говорить. Иногда говорят, что там у России заканчиваются боеприпасы. К сожалению, нет. В России еще достаточно ракет. Кремль с запасами микрочипами для калибров еще до войны, гораздо раньше. Об этом пишет New York Times, насколько я знаю. Там была большая статья, посвященная этой теме. И они говорят о том, что производство эскандеров и калибров продолжается и сейчас. А вот микрочипы и другие необходимые технологии, необходимые для создания, вернее, вот таких высокоточных ракет, они были накоплены еще до войны в России. Так что им еще есть, к сожалению, этим мразям, чем стрелять. Но зато Европейский Союз заморозил 68 миллиардов активов. Российских денег. Около 90% этих активов приходится на Бельгию. И, честно говоря, вот я время от времени в разных интервью, даже когда либералы разговаривают российские, слышу, что вот это неправильно, там приватные деньги, например, негосударственные деньги замораживать, это посягательство на частную собственность, это посягательство на приватный бизнес. Нет никакого приватного государственного бизнеса, когда речь идет о войне и о России. Все замазаны в этом, все поддерживали Путина, и многие сейчас поддерживают. И именно эти деньги сдавались в общак для того, чтобы эта система могла существовать. И для того, чтобы эта система чувствовала себя, как ни в чем не бывало. Поэтому, конечно, Украина должна получить репарации. Она должна получить, не выпрашивать их, а именно получить эти. И вот фонд этих репараций, мне кажется, должен заготавливаться именно сейчас. Потому что, кстати говоря, и ядерный шантаж же продолжается. Ядерный шантаж продолжается именно на этой неделе. Россия атаковала Украину крылатой ракетой с имитатором ядерной боеголовки. Эта новость обошла все буквально СМИ. Все, да. О чем это говорит? Для чего это имитационная боеголовка? Ну, для того, чтобы сполошились, для того, чтобы думали, что это значит. Это такой, знаете, троллинг, намек, да, вот, о том, что вот сейчас она имитационная, а может быть, и не имитационная. Вы, ребята, все-таки думайте о переговорах, да. Вы давайте, ну, собирайте скрины, переговоры. Но президент Владимир Зеленский совершенно четко сказал, когда возможны переговоры. Да, и пункт номер один, это Россия должна освободить украинские территории, которые были у нас до 91-го года, границы 91-го года. По-моему, для цивилизованного мира совершенно понятная и приемлемая, и не имеющая никаких обсуждений или альтернатив условия. Чужие территории нельзя захватывать, нельзя захватывать. Понимаете, вот, я не знаю, чем полу нужно бить Путину, да, и объяснять. Нельзя, нельзя. Я, к сожалению, в эфире не могу говорить всякие слова, но вы, наверное, догадались, чем нужно бить полу. Вот. Папа Римский в который раз выступил с предложением стать посредником при этих переговорах, да, которые он считает, что должны пройти между Россией и Украиной. Он по-прежнему считает, что мир может быть достигнут только путем диалога. Мы говорим же, мы не против диалога, но только после того, как будут освобождены украинские территории. Только после этого. Иначе быть не может, иначе общество не поймет. Папа Римский может и поймет, а украинское общество этого не поймет. Поэтому пусть освобождают, выходят, и тогда, как сказал Дмитрий Зеленский, мы будем говорить с другой Россией. Если она способна стать другой, то вот когда будут свободные украинские территории, украинские дипломаты, возможная украинская власть, будут говорить с другой Россией. А раньше, безусловно, нет. Это война, да, почему так много политических деятелей международных из других стран вот проимаются, как говорят у нас в Украине, этой войной. Потому что она, собственно говоря, это же не сугубо украинская только история. Да, мы принимаем на себя 99,9 этого удара. Да, для нас это подлинная трагедия. Но тем не менее, эта война, это опасность для всего мира. Россия, это опасность трагическая для всего мира и очень реальная. И, конечно же, она влияет и на политику, и на военный фактор, и на экономику во всем мире. Но на этой неделе Макрон призвал азиатские страны противостоять российской агрессии, потому что он сказал, кстати, фразу очень правильную. Это война и ваша проблема тоже. Но тут трудно возразить, потому что азиатские страны чувствуют на своей экономике, что эта война это их проблема, да, особенно в той опции, когда речь об энергоносителях. Именно поэтому Макрон призвал стран азиатско-тихоокеанского региона присоединиться к растущему консенсусу против войны в Украине, потому что до этого многие из них занимали такую, знаете, нейтральную позицию, нейтральную позицию. И Макрон говорит, что он намерен тесно сотрудничать с Китаем, с Индией, а также со странами Африки и Ближнего Востока, чтобы создать этот растущий консенсус. А я скажу со своей стороны, что чем больше стран присоединиться к этой коалиции против России, чем больше это будет приближать ее конец, конец нынешней российской власти. Не может быть на земле покоя, пока Россия размахивает ядерной дубинкой, пока Россия говорит о том, что он, если, как сказала Медведев, по-моему, если ядерное оружие есть, значит, оно может быть когда-то применено. То есть впервые после Второй мировой войны какая-то страна говорит о ядерном оружии не как о факторе сдерживания, а как в оружии, которое может быть применено. Поэтому выводы вы можете сделать сами. Ну и, конечно, администрация Байдена по-прежнему находится в конфликте с Илоном Маском. Это еще одна новость. Она хочет проверить его действия на угрозу национальной безопасности. Для Америки, в Америке это тяжкое обвинение, безусловно. И официальные лица Соединенных Штатов в Америке обеспокоены недавней угрозой Маска прекратить поставки Старлинков в Украину и дружесканную позицию по поводу России в серии твитов, которые Маск писал. Мы их очень много обсуждали с вами и так далее. То есть какие-то твиты явно поддерживали позицию России, а не позицию Украины. Ну то есть понять подлинную позицию Маска очень сложно. Очень сложно. Ну и чемпионат мира по футболу. Это, конечно, событие для очень многих болельщиков. Тут, безусловно, кстати, впервые за всю историю чемпионатов продажа пива запрещена во время чемпионата, потому что чемпионат будет проходить в Катарии и, конечно же, скандал с Олимпийским комитетом в Украине тоже привлек внимание на этой неделе. Не за тот состав проголосовали многие пользователи сетей. И в связи с этим Нестор Шуфрич и Григорий Суркис вышли, добровольно вышли, практически не войдя, свежеиспеченные члены НОК написали заявление и добровольно вышли. Все это случилось непонятно ни то до, ни то после заявления Андрея Шевченко, который сказал, что он не может быть членом комитета, поскольку его не устраивает его состав. Поэтому останется ли теперь Андрей Шевченко после их выхода в комитете, это вопрос, но я думаю, что мы узнаем об этом на следующей неделе. И закончу тем, что 276 фунтов стерлингов столько заплатили Борису Джонсону за участие в конференции американских страховщиков. Можно до бесконечности спорить, много это или мало, конечно, это не мало, но я вам скажу так, у политических деятелей есть совершенно, особенно, когда они много сделали для мира, особенно, когда их авторитет не пререкаем, всегда есть возможность заработать деньги изданием книг, всегда есть возможность заработать участием чтением лекций, и стоит это недешево. И если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что это очень правильно. А я вам желаю плодотворной недели. Знаете, хочу сказать всем украинцам, да, темно, да, немножко холодно, но, знаете, темнота иногда, нужно иногда, для того, чтобы выйти на свет и оценить его, иногда нужно пройти сквозь этот коридор темноты. Ничего страшного, будем живы, ну и слава ЗСУ, конечно, слава Украине, ребята. Встретимся.